Доктор Михаил Лайтман По закону любви к ближнему По духовному закону По духовному закону В основном мы говорим о Это для каббалистической группы Которая начнет двигаться К последнему поколению И вводить это в жизнь То, что хотел Баля Сулон И вот так получилось Как-то мы практически прошли Почти весь текст последнее поколение Осталось там немного И вдруг ощутили, что Как мы уже говорили, был человек Который начал практически Последнее поколение Как бы вводить в жизнь Осуществлять эту мысль И идею Баля Сулон Это ваш учитель Рабаш Так он брал И просто начал Идти вместе Вместе с теми, кто пришли Для того, чтобы подняться С уровня животного На уровне человека Как он пишет в первой статье И еще Как бы за эти долгие годы Ну я с вами 22 года За эти долгие годы Очень много раз мы проходили Все эти статьи И что самое интересное Ты снова проходишь И сидишь Не можешь оторваться И понимаешь Что Или Как это так Я столько проходил Я уже знаю почти каждую строй Я наизусть знаю их И в результате Я не знаю ничего Вот это Меня с одной стороны Поражает С другой даже пугает Понимаете? Ну потому что Меняются наши Возможности Анализировать текст Включать его в себя И поэтому Кажется Все снова и снова Новым И причем новым Кардинально новым На новом уровне Так что это Свойства Каббалистических текстов Еще Вот я смотрю И тех, кто их читает И тех, кто их читает Самое главное Да И вот я смотрю Как раз об этом говорится В начале Акли Которая воспринимает Этот текст И вот я еще смотрю Я на Как бы он не заканчивал На литературных институтах Никаких правил Написания статей Он не изучал Но все очень-очень четко Вот Очень знаете Существует Как говорится экспозиция Существует точка переворота Вообще у него Я вот Прям прописал эти статьи И увидел Что все это там у него есть Я еще Мы не будем Подожать Для меня это не Не удивительно Не является чем-то Да Не удивительно Потому что Человек Который ощущает Внутренний смысл Природы Ее внутренние законы И их течение То он естественно В соответствии С этим пишет И поэтому Существуют Все эти законы Логики Переворота Всевозможных Как вы их там Называете То что казалось Может быть Драматургам Что это Они изобретают Это на самом деле Они же тоже действуют Из своих Внутренних Желаний Может быть еще и Неисправленных Конечно Но все-таки В чем-то Уже развитых Так что Постепенно-постепенно Драматургия Конечно Поймет Что настоящая Драматургия Она в духовном И именно Постижение Духовных свойств Оно выведет Литературу Даже И вообще Любые Выражения Человеческих Отношений Свойств На Истинный уровень Ну вот Мы говорим Последнее поколение Начнем с драмы Он начинает Прямо Рабаш Это цель Группы 2 Он начинает Так Поскольку Человек Сотворен С сосудом Кли Который Называется Себя-любие Постольку Когда человек Не видит Что некое действие Принесет ему Какую-либо Личную выгоду У него нет Горючего Для усилий Чтобы сделать Даже легкое движение А без отмены Себя-любия С другой стороны Невозможно Достичь слияния С творцом То есть Подобие по свойствам То есть Здесь сразу Противоречие Человек рождается Задает драму Да Как дикий осел С себя-любием А с этим Невозможно Достичь Цели И вот так Человек приходит Последнее поколение У него еще есть Вот это Себя-любия И в то же время Он приходит От него отказаться Отмениться И так далее Вот Что же тогда Его приводит Вот скажите Пожалуйста Мы все время говорим Точка в сердце Но вот он же приходит Неисправленный Он приходит Самолюбивый Вот И дальше приходит К мысли Что с этим Жить он не может Разочарование А зачем мне нужен Мой характер Мое самолюбие Моя гордость И вообще все остальное Если они меня Толкают Каждый раз в грязь Если я От них только страдаю Зачем же мне Они нужны Так что Лучше всего Каким-то образом Избавиться От этого То есть я страдаю От своего Себя-любия От эгоизма От эгоизма Я бы назвал Ну да Так скажем От эгоизма Если я страдаю От него Как же мне От него избавиться Этот эгоизм Сталкивать людей С друг с другом Сталкивать народы Государства Не дает покоя нам жить 90% того Что мы Добываем Зарабатываем Опускаем Только лишь На междоусобицы На всевозможные Почему мы не можем Сделать это наоборот Значит Наши проблемы Это в нашем Свойстве эгоистическом В нашей природе Значит Люди должны прийти К пониманию того Что К необходимости Отменить Это свойство Эгоистическое В каждом из нас И Одновременно с этим Или даже раньше Этого Понять Что есть возможность Это сделать Потому что Многие понимают Что это Наше зло Но Никто не знает Каким образом Можно с ним Совладать Настоящая работа Начинается тогда Когда человек Понимает Что это его душит Не дает ему дышать Что он находится В тюрьме Но пока до этого Дойдешь Это Этому можно научить Это можно показать Это можно объяснить На примерах В любых произведениях И так далее Но дело в том Что надо Одновременно с этим Объяснить человеку Как избавиться от этого Каким образом Можно укротить Этот эгоизм Что можно с ним сделать Это проблема Но в принципе И то и другое достижимо Ну вот я хочу Только еще один вопрос Задать Человек приходит В группу Начинает этот путь К последнему поколению Он приходит Только от страданий Вот еще раз Не иначе Только Только Не от того Что его что-то притягивает Какое-то Как мы говорили всегда Раскрытие духовных миров Вполне возможно Что это так Он себя чувствует Окрыленным Что он Желает Раскрыть И так далее То есть Он не чувствует Страданий Как обычно В нашем мире У него страдания Другие Страдания Любви Страдания В необходимости Постижения Но вы бы не сходили С этого слова Страдания Все равно Это страдания Что значит страдания Это недостаток Который я желаю Восполнить И поэтому Он может быть Очень приятным Но все равно Это страдания Я понимаю Любовь Это тоже недостаток Это тоже страдания Но они ощущаются Сладкими Страдания любви Поскольку мы все время Нащупываем Как бы инструкцию По строению Последнего поколения Я хотел бы спросить Вот это вот То что Вот это моя природа Я когда понимаю Когда уже прихожу Или когда я внутри Начинаю работать С этим Что это моя природа Эгоизм Есть такие Люди Которые понимают Это Но Все равно Не понимают Каким образом Можно эту природу Исправить А есть такие Которые Только придя То есть Их притягивает Не 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 избавление От эгоизма А Притяжение К чему-то Высокому Высокому К постижению И так далее Но в любом случае Человек Когда приходит Он начинает Он должен получить Четкий фундамент Для своих Знаний И последующих действий То есть И с точки зрения Эгоизма Желания Что называется И с точки зрения Его исправления И наполнения Ну и такой еще Маленький вопрос А если ребенку С детского возраста С садика Со школы Вот эту потихонечку Капать 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 Это правильно или нет Что вот такова природа Человека Что такое эгоизм Тогда он быстрее придет К этому осознанию Или все-таки Это зависит от корня души Записи Которые Вообще Каббалисты так не делали Не делали Нет Так воспитывалась Молодежь Несколько тысяч лет назад Но тогда Просто все общество Было в духовном состоянии Более-менее На разных уровнях Но все-таки В духовном состоянии До крушения Второго храма Я имею ввиду Оно было в объединении В относительном Были разные кружки Были разные Но все-таки Было в относительном Объединении И тогда Воспитывались Естественные дети Сладенчества Тоже В понимании Отдачи Любви Дружбы Это естественно Для них Это было естественно Потому что они видели Что так все делают И влияние общества На каждого Было такое Что Проблем с этим Особых не было Так надо И все Когда ты приучаешь Человека с детства То это входит уже Привычка Становится второй природой То есть Если мы сейчас Говорим Что мы сейчас Только входим В зону И во время Когда действует Последнее поколение Тогда может быть Включается эта система Можно потихонечку Детей наших Как бы Вот так вот Провести такой Эксперимент Ну Да Не представляю В наше время В нашем Окружении В наших условиях В нашем окружении С нашими Средствами массовой информации Отдалиться куда-то И удрать И куда-то И только полететь На другую планету Это Это все Нереально По крайней мере Я не думаю Что таким образом Будет реализовываться Программа творения Личная выгода Себелюбия Это двигатель Человека До того Как он переходит В духовное С одной стороны С другой стороны Это С другой стороны Себелюбием Невозможно Достичь Творца Да Ситуация Как бы получается Такая Что выхода Нет вообще Есть выход Есть выход Когда ты Вместе с тем Что используешь Своё себя любие Эгоизм Ты начинаешь получать Такие Отрицательные Отклики На это Реакции Что ты поневоле Желаешь от этого Эгоизма избавиться Реакции окружения Реакции своей собственной И окружения Когда тебе окружение Говорит о том Что надо Соединяться с другими Если ты хочешь Достичь цели Постижения Творца Раскрытия Смысла жизни И ты видишь Что тебе эгоизм Этого не даёт Тогда тоже У тебя возникает Настоятельная потребность Чтобы избавиться От него То есть Здесь ты должен Должен Войти В общество Которое Точно будет Тебя настраивать На необходимость Избавления От эгоизма Я тогда Сейчас прочту Следующую цитату И уже Тут она касается И поскольку Это противно Нашей природе Нужно общество В котором Все будут Все будут Представлять Большую силу Да Все будут Представлять Большую силу Чтобы мы могли Работать вместе Для отмены Желания получать Называющегося злом Так как именно Оно препятствует Достижению цели Ради которой Сотворён человек То есть Рабаш Так и говорит Что нужно Общество И говорит ещё О большой силе Которая Может родить Это общество Да Давить на каждого Давить на каждого Ну давить Ну понятно В том смысле Что Окружать Показывать Убеждать И так далее Как общество Должно функционировать Чтобы человек Который пришёл От страдания С каким-то недостатком Не получил Какое-то наполнение У него закрылось Его клей И он ушёл А так Чтобы он всегда чувствовал Что у него есть Ещё где-то наполнение Может найти Что он продолжал Чувствовать страдания Которые тянут Тянут вперёд А общество Должно показывать Величие цели Всё время Это самое главное А то Что ради величия цели Мы должны Устремляться К этой цели Это естественно В мере величия И поэтому Получается Что Страдания Они должны Уже быть Не от того Что я работаю Над своим эгоизмом А от того Что я не достигаю цели Чтобы эти страдания Перевешивали те И тогда у меня Будет стремление Вперёд Страдания А какая природа У этих страданий То что я не достигаю цели Это то же самое Как я не достигаю цели В простой жизни Нет Это уже страдания Другие Это уже страдания Любви Откуда они появляются От общества Которое тебе показывает Что именно таким Ты должен быть Меня создали Я Единственная вещь Которая меня интересует По природе Это себелюбие Я эгоист полный И меня ничего Кроме этого Не интересует В процессе Моей работы в группе Происходят какие-то изменения В моём желании Естественно То есть желание Оно меняется Оно не константо Конечно У тебя У тебя Свойства Сумовложения Эгоистические Свойства Всякие твои Настраивают На достижение Максимального Максимального Постижения Ты начинаешь Его видеть В постижении Творца И начинаешь Понимать Что постижение Творца Находится В противоречии С твоим же Эгоизмом То есть Получается Что эгоизм Который привёл Тебя К раскрытию Смысла жизни Он сам Против этого Смысла жизни И вот тут Возникает Парадокс Как же Мне Действовать И здесь Мы начинаем Видеть Что существует Очень Интересная Такая Особенность Движения Вперёд Эгоизм Надо Убить Но желание Надо Развивать То есть Намерения Эгоистические Мы должны Убивать Желание Растить И на них Одевать Намерения Альтруистические Убивать Эгоизм Убивать Намерения Эгоистические Желания То есть Надо Себя Убедить Под воздействием Общества И окружающего Света Всех этих Действий Надо себя Убедить В том Что На самом Деле На самом Деле Только Лишь Намерения Нам Надо Изменить Но Не Желание Желание Изменится Когда-то Желание Будет Только Больше И Больше Ну И что Очень Хорошо Каждый Кто Больше Другого Его Желания Больше А вот Намерения Меняются Ну Смотрите Мы Еще Говорим О том Что Не в наших Силах Изменить Намерения Я просто Хочу Добавить Еще Какие Правильно Это тоже Такая же Драма Существует Не в наших Силах Изменить Намерения Вы все время Говорите Фразу Держите Намерения Как Держите Намерения В наших Силах Вообще Ничего Нет В наших Силах Вызвать Изменения Намерений Это в наших Силах Вот это Имеется Ввиду Все время Да Постоянно Поддерживать Себя Друг Усилия Делать Изменению Намерения И вот Когда здесь Говорится Что они Достигают Большую силу А какой Большей силе Идет речь Это складывание Усилий Что это такое Пришли Каждый С маленьким Своим Усилием Это просто Так математически Складывается Во-первых Необходимо Сложить Эти намерения Складывать Усилия И самое Главное Понимать Что мы Своими Общими Усилиями Можем вызвать На себя Высшую силу Которая Называется Окружающий Свет Это и Называется Большая Сила Да Если мы Ее вызываем Тогда у нас Нет проблем Еще вопрос На кого мы Вызываем На себя На себя Что это означает Я Я есть я Нет Нет На себя Это вместе Вместе Ничего по другому Не получается В духовном Один в поле Не воин Абсолютно Никак Только Лишь десятка То есть Мы складываем Вот эти Свои намерения Когда мое Намерение Намерение Это мое усилие Приобрести Намерение Отдачи Да Да Мое Вы извините Что это Мое намерение Или я думаю О товарищах Чтобы они Приобрели намерение Отдачи Тут уже не имеет Значения Потому что Мы все Включаемся Друг в друга В десятку Поэтому Это все Заканчивается В круге Между нами Как человек Может Может поставить Себя На более Сильное Влияние Общества От чего Это зависит Ну Это зависит От него И от общества Это В общем Слияние Двух Направлений Насколько Человек Может пригнуть Себя Перед остальными И насколько Остальные Понимают Важность Их влияния На каждого Если человек Чувствует Что общество На него не влияет Что он может сделать Он должен Просить Требовать От них Чтобы они Действовали Требовать Конечно Для этого Он и пришел В группу Чтобы она На него действовала Как личным примером Показывать важность Или И он тоже Включается В это Естественно В это требование Я же хочу сказать Десятки Может быть Это не для этой передачи Но неважно Как-то недавно Вы говорили Но почему Что не для этой передачи Не все для этой передачи Об обществе будущего Она начинается именно с этого Нет Это ее элементарная ячейка Просто это наше такое Сегодняшнее Но это касается Последнего поколения Вот скажите пожалуйста Вы на уроке Не раз говорили Вот если мы сейчас читали Это учение Десятисферот Час-полтора Или еще что-то Люди бы разбежались Вы сказали Да На самом деле Получается Совсем по-другому Люди не разбегались Пока мы читали А наоборот Собирались Пока мы читали Час Учение Десятисферот И начали разбегаться Когда началась работа Мощная В десятках Вот тогда Они начали нервничать Вот эти все Знаете Которые долго были И так далее У человека возникает Ему непросто Это идет Такая настоящая Такая работа И очень Такое промывание И не только У нас Я обратил внимание И группы Что вы предлагаете Нет-нет Я вас спрашиваю Я ничего не предлагаю Я наоборот Вижу Что это Работа А вот я То что Я вижу Что в основном Они говорят Мы не можем С этими семинарами Справиться Мы не понимаем Для чего это Вот те кто уходят Не то что для чего это Нам Трудно Те которые были По 15 лет И больше Понимаете Вот они вдруг Почувствовали Что здесь Какой-то камень Мощные преткновения Может быть Надо действительно Сделать больше Нет-нет Я не прошу вас Это изучение Но все равно Без семинаров Не будем двигаться вперед Так вот об этом речь Вот об этом именно речь Что без семинаров Мы не будем двигаться Точно вперед И вот по еще наблюдению Допустим Вот я был в группе Например в Киеве То что сменялось Сменялось Трижды уже сменялась Группа Старики уходили Именно уходили Те которые были Самостные такие Которые на себе Замыкали И вдруг Пришли эти молодые ребята И сели в десятки Сели в круги И они не смогли Те которые приходили В 2.15 утра И говорили Ну-ка все Что были в это время Те которые были Первыми в распространении Они первые ушли Это Очень показатель большой В результате там сложилось Очень сильная сейчас Группа Ребят Которые Которые равные Такие Мне трудно сказать Как здесь действовать С одной стороны Эту революцию Делаю я И с другой стороны Все-таки Но я чувствую Что это надо Сегодня И если я не дам Этой работы Учить Талмуд И Сарасфероз Могут все Есть в мире Много еще людей Которые знают Что там написано Есть кассеты Которые я записал Отрабаша Так что ничего страшного В этом нет Здесь не надо быть Каббалистом Здесь надо просто Вот любой человек Который любит учиться И может учиться Он может Спокойно взять И изучать Ничего там нет Там Всего там Не такие большие Изменения Проблемы Ничего не происходит Там Со вчера на сегодня Как в духовной работе Что тебя вчера Показалось все ясным А сегодня Снова ты падаешь Куда-то И ничего не понятно Такого нет Там это просто Наука Изучение Кто-то изучает С большим намерением Двинуться вперед В духовном А кто-то с тем Чтобы больше знать Что написано в книге Так что Я думаю Что Меня просто Подгоняет время Если бы было время Еще Если бы мы занимались Еще на час больше С удовольствием Вернул бы туда Весь этот Талмуд Дестеросферот 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 Учение Дестеросферот Но Поскольку Времени у нас мало То я хочу Передать По крайней мере То что необходимо Вот скажите У вас Есть четкое ощущение Что и последнее Поколение Будет состоять Из десяток Вот так вот Десятки Как говорится Иначе не может быть Потому что Этим мы Будем соответствовать В высшей природе Иначе Никак не может быть Так было И во все времена Миньян Так называемые Или там Когда организовал Муше По выходу Из Египта Десятки Так что Ну то что Вот видел Рабаш В этом Он увидел Практически То же самое Когда он Это все Описывал Потому что Это невозможно Без работы В десятки Делать Вот это все Отмена Большая сила Которая получается Как подняться Над собой Над эгоизмом Читаем дальше Дальше Поэтому Общество Должно Состоять Из индивидуумов С единым Для всех Мнением О том Что нужно Достичь Этого Тогда То есть Этой цели Тогда из всех Индивидуумов Создается Одна большая Сила Способная Бороться С собой Потому что В каждом Включены Все Таким образом Каждый Базируется На большом Желании Он хочет Достичь цели Вот это вот Все таки Он вводит Понятие Индивидуум И собирается Из индивидуумов То есть Каждый Все таки Ощущает Что он Индивидуум Барасулам Пишет Даже более Он говорит Что нужно Сохранять Индивидуальность Человека И нации Это индивидуальные Животные Качества Почему Они так важны Потому что Человек строит себя Исходя из этого Он вкладывает Себя В коллектив Свои качества Своё себя То есть Практически Как говорится Все таланты Даны человеку Для того Чтобы он Вложил их В этот пазль В этот коллектив Именно для этого Даны таланты Не для того Чтобы карман себя Для того Чтобы на вот это Общение Ну конечно Это естественно Мы учим Что у каждого человека Другой корень души Он из другого Корня души идет Да В чем выражается Индивидуальность Человека В этой духовной системе Я этого не могу сказать Особенность Каждый Исходит Из своей Молхут Относительно Девяти сфер От остальных Своих товарищей И в этом Каждый из нас Он особенный А собирает Нас Свыше Это высший свет И мы входим В ту же систему В которой мы были В системе Адама До его разрушения Мы входим В ту же систему Только с нашим Эгоизмом И поэтому Наше соединение Воссоединение В прошлую систему Оно происходит Под развитием Огромнейшего Эгоизма Поэтому Это в 620 раз Мощнее Чем то соединение Которое было в нем То есть С привлечением Всех Желаний Керим Керим Каббала По сравнению С той системой Которая была Но Собирание наше Оно не зависит От нас Когда мы собираемся Действительно В духовную систему То Мы видим Играть Собирание наше Собирание наше Собирание наше Собирание наше При уменьшении Себя Иначе Ты другого Не увидишь Никак Никак Есть таких Очень много Примеров Когда ты Не видишь Других людей Потому что Твой эгоизм Заслоняет Их И ты Видишь Вместо них Какую-то Картину Такую Которую Ты пренебрегаешь Не хочешь Вообще В ту сторону Смотреть А потом В каком-то При каком-то Случии Этот Экран Падает И ты Видишь Человека И ты Видишь Его Существует Цель Почему Нужно Еще Добавок Себя Как бы Принижать По отношению К товарищу То есть Видеть Величие Товарища Если Цель Велика Если А какой Достичь Вот Это Вопрос Ничего Вопрос Он пишет Отменить Вопрос Находится Цель Находится Внутри Товарищей Между Ними Как Как же Достигнешь Цели Если Ты Не Отменишь Себя Перед Семьями Один Получается Другого Благодаря Отмене Но тут Он пишет Немножко Вы сказали Нужно На себя Наступить Чтобы Увидеть Другого Отменить Это не Наступить Ну Отменить Допустим Да Но он Барабаш Пишет Так Должен Отменять Себя Перед Другим Осуществляет Это Посредством Того Что Каждый Видит Достоинство Товарища То есть Он Должен Видеть Достоинство Товарища Тогда Он сумеет Отмениться Вот так Я это Понимаю И поэтому Я и спросил Достоинство Товарища Как это Все Увидеть Через Других Которые Тебе будут О нем Говорить То есть Они Должны Вызвать Мою Зависть Рекламировать Как Группа Может Помочь Человеку Поддержать Его В этой Работе На Самоотмену Которая Идет Полностью Против Его Против Его Эгоизма Против Самого Себя А если Они будут Ценить В группе Именно Отмену Эгоизма Тогда И этот Человек Пожелает Отмениться Чтобы Заслужить Их Одобрение То есть Надо Стараться Давать Добрый Пример Человеку Чтобы Он Хотел Это Сам Тоже Делать Пользоваться Свойством Зависти Дальше Кроме того Во время Собрания Нужно Быть Серьезным Чтобы Не Выходить Из Намерения С которым Собрались И скромности Которая Очень Важна Внешне Обычно Проявляя Несерьезность Но на самом Деле В сердце Их Пылал Огонь Вообще Вот Эта Часть Как бы Мы говорили Перед Программой Что Как будто Две Статьи Это Не Для Нас Во Первых Это Вещь Вот Когда Внешне Показывается Пренебрежение Всякие Такие Плохие Качества А внутри Хорошие Чтобы Скрыть Хорошие Это Не Наша Сегодняшняя Методика То есть Вы хотите Сказать Что Это Методика Для нас В будущем Или Это Не Наша Методика Вообще Не Знаю Да Нет Такие Малые Души Такие Низкие Мелкие Души Сегодня Что Нет Возможности Работать На таком уровне Когда Показываешь Пренебрежение Внутри Горишь Это Тоже Игра Я вижу Что Это Тоже Они Показывали Пренебрежение Это Игра Но Сегодня Никто Этого Не Поймет Никто С этим Играться Не Будет Надо Понять Что Тогда Шла Подготовка В течение Многих Поколений Это Хасиды Серьезные Которые Воспитывались Особым Образом И Поэтому Для них Такие Вещи Реальными Вы На Коцк Намекаете Не Только Коцк Не Только Коцк Тогда Если Можно У меня Такой Вопрос Что Такая Скромность Ладно Допустим Это Было В то Время Когда Люди Стыдились Быть Богатыми Стыдились Быть Выделяться Особенными Именно Принижение Себя Именно Унижение Даже Себя Именно Вот Такое Низвержение Себя Оно Считалось Показательным Тогда Я вас Пошел Что Такую Скромность Для вас Оставим Этот Оттеку Скрытие И все Ничего Больше Скрытие Человек Может Снаружи Выглядеть Наоборот Петухом Петухом Да И это Только Для того Чтобы Может Себя Скрыть Да Ну я бы На этом Закончил Сегодняшнюю Нашу Передачу Будьте здоровы Спасибо большое Спасибо дорогие Друзья У нас еще Масса вопросов Впереди У нас Много Передач Последнее Поколение Только Начинается Поэтому Будьте С нами Дальше До свидания Спасибо за субтитры